здравствуйте друзья я рад вас приветствовать на канале доступная реабилитация ну что ж мы провели анонсируемые нами и обещанные бесплатные пробные тестовые процедуры по телереабилитации по онлайн реабилитации именно процедуры не консультации мы именно занимались с пациентами мы получили массу для себя полезной информации мы поняли что нужно скорректировать как что-то изменить чтобы этот формат был максимально информативным я хочу выразить огромную благодарность людям которые откликнулись которые поучаствовали в этих процедурах я надеюсь они получили определенную пользу мы мы так точно получили определенный практический опыт и сейчас мы обрабатываем материал подводим делаем выводы подводим итоги вносим корректировки и скоро информация по телереабилитации появится у нас и на сайте скорее всего это будет уже такая большая информация пала появится на сайте реабилитация . ком и также информация будет на нашем большом сайте реабилитация.су ком мы полностью посвятим именно вот этой онлайн реабилитации онлайн процедурам наши процедуры проводят замечательный специалист романов владимир соответственно я в этом процессе тоже принимаю живое участие единственное что я не нахожусь перед камерой во время процедуры но мы вместе смотрим материалы по пациентам мы вместе их оцениваем разрабатываем предварительную программу мы вносим корректировки в процессе работы и так далее то есть друзья если вам понадобится такой формат взаимодействия с нами вы будете обращаться не удивляйтесь что когда заработает skype вы не увидите меня вы увидите не менее профессионального замечательного молодого специалиста который будет с вами работать но имейте ввиду что я также буду принимать в этом участие я буду с вами единственное не перед камерой друзья что я я просмотрел все материалы которые мы получили потому что мы вели запись непосредственно в скайпе и запись на камеру то есть нам было интересно с разных ракурсов это посмотреть чтобы по максимуму сделать этот формат комфортным для пациентов еще раз повторюсь здорово получилось у нас были руки у нас и кисти и пальцы у нас была работа с родственниками то есть очень здорово работа с предметами ну практически все мы охватили в неврологии за исключением наверное упражнений лежа в активно пассивном режиме с родственниками но здесь вот это один из моментов которые надо доработать чтобы пациенты понимали что выходя на консультацию должна быть возможность именно вот по видео и по звуку у них чтобы камера их так коммуникационного устройства через которое они с нами общаются могла их поймать в разных ракурсах и сидя и лежа и стоя и в ходьбе то есть здесь вот этот момент мы будем еще в дальнейшем когда пациенты будут записываться на эти процедуры мы будем отдельно оговаривать и возможно отдельно его тестировать непосредственно с каждым конкретным пациентом чтобы не было у нас в этом плане провалов потому что в принципе так как эта процедура это происходит в каком формате то есть здравствуйте как вы себя чувствуете начинаем упражнение и фактически все вся протяженность процедуры и эта работа эта работа с пациентом эта работа с родственниками то есть все то же самое что мы делаем здесь что мы делаем на выездах к пациентам но теперь нам не надо выезжать мы можем через камеру все показать объяснить и наладить регулярные занятия с пациентом и регулярное общение это тоже важный момент я друзья остаюсь на онлайн консультациях то есть если какие-то вопросы возникают именно теоретического плана побеседовать обсудить проконсультировать по ортезам и прочее 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 это уже другой формат это онлайн консультацию нас давно многие о нем знают многие им пользовались вот и сейчас вот я говорю именно именно теле реабилитация именно онлайн реабилитация в живом режиме по стандартному графику теперь к вам реабилитолог приходит не домой или вы приходите к нему в кабинет а реабилитолог у вас на связи на связи в ноутбуке в телефоне хотя телефон друзья самый неудачный вариант к сожалению получается смотрите в тонкостях с чем мы столкнулись значит ну вот начал говорить про телефон продолжу про телефон телефон очень маленький если пациенту надо отойти допустим его реабилитолог просит так встаньте пройдите покажите как вы идете человек отходит от телефона чтоб его было видно в полный рост но сам пациент уже не видит экран телефона что там происходит что говорит реабилитолог поэтому но лучше либо компьютер либо подключиться к большому монитору к телевизору либо ноутбук то есть вот какие то такие варианты но опять же еще раз говорю все эти вопросы мы будем с каждым отдельно пациентом тестировать пробовать смотреть это будет бесплатно то есть наша задача первично вот наладить весь процесс а потом уже формате полноценных процедур его проводить вот то есть первичная вот эта техническая встреча с нами в онлайне она разумеется для пациентов будет бесплатно далее друзья значит что касается самой программы очень многие ну далеко не все пользуются скайпом но skype это единственная пока платформа которая позволяет записывать и голос и картинку то есть делает это качественно и опять же это все остается у вас для скачивания то есть все процедуры которые вы у нас пройдете в онлайн формате они после каждой процедуры появляется запись этой процедуры вы ее можете скачать себе на компьютер допустим если 10 процедур там вы у нас прошли все эти 10 процедуры если вы их каждую процедуру будет скачивать будут у вас на компьютере вы всегда сможете пересмотреть уже в оффлайн режиме уточнить какие то моменты которые может быть подзабылись или возникают какие то вопросы но мы все равно на связи остаемся то есть нам тоже можно задать вопрос итак друзья но наверно так как мы получили достаточно интересные материалы так как это были прям вот процедуры там реабилитолог говорил много интересных нужных вещей я считаю что не надо жадничать а нужно с вами поделиться этим материалом и возможно вы для себя вынесете ж какие-то упражнения которые там делались какие-то тестовые моменты как правильно понять правильно двигается рука неправильно и прочее ну и какую-то теоретическую часть поэтому сейчас по мере друзья обработки видеоматериала я буду делать для вас вот такие как бы видео в которых будет именно запись процедуры она я посмотрю как будет лучше какие то будут прям формат skype разумеется разумеется нам почему нам нужно почему мы сразу не выкладываем надо убрать все лица пациентов то есть эта работа как бы по корректировке этого видео то есть мы должны соблюсти когда конфиденциальность вот убрать все лица все надписи и прочее 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 чтобы это было все разумеется как бы обезличено ну и здесь даже если мы уберем лица вы все равно увидите что это наши пациенты такое ну вы знаете некоторые есть момент который нарочно не придумаешь сценарием это не пропишешь вот я буду укладывать у нас получится где-то 5 наверное 5 где-то видео и я раз в неделю может быть два раза в неделю буду их вам презентовать буду презентовать на всех наших платформах а мы вот сейчас прям проговорю сразу друзья очень медленно идет переход почему-то с ютуба к нам на российские платформы мы на яндекс дзене мы на рутубе и мы на телеграме ну и до сих пор мы пребываем как бы на ютубе оттуда мы пока нас окончательно не выгонят уходить не планируем но так как он работает не очень хорошо то телеграм но там свои минусы это уходящая лента рутуб и дзен ну достаточно удобные платформы для именно просмотров некоторые из них не очень удобные и не очень лояльные для нас для людей которые представляют свои видео но ничего мы переживем и возможно они исправятся итак друзья сегодня первое наше видео с консультацией будет она как бы съемка с камеры то есть не именно формата записи экрана а именно съемка камерой с самого процесса чтобы хочется показать как это у нас все происходит чтобы вы четко понимали с чем с чем вы если обратитесь будете сталкиваться и с кем вы будете работать и в каких условиях это все происходит все друзья давайте переходить к видео и в конце небольшое резюме мы все-таки сделаем добрый день николай юрьевич не видите сейчас да так будет лучше так у меня skype показывает что есть видео от меня смотрите может может вам переключиться на нужно на на мое видео так секунду с андреич вместе работаем вот сейчас наше видео я буду записывать тоже да то есть наше с вами видео общение и и в конце вы сможете его потом скачать себе чтобы ну лишний раз у вас был видеоматериал да соответственно с какими-то упражнениями там с тем что мы с вами сейчас обсудим соответственно сейчас у нас первое такое бесплатное занятие да то есть это у нас одна процедура соответственно мне нужно чуть более подробно понимать по двигательным дефицитом которые у вас имеются да потому что на видео там не совсем понятно было вот то есть мне нужно сейчас посмотреть как у вас работает плечо локоть кисть пальцы и так далее вы можете повернуться немножко боком и повторить за мной да насколько у нас рука сгибается вперед отлично замечательно теперь в сторону без проблем да хорошо супер так с огнем разогнем и разгибаем а до конца разгибается хорошо ну и сбежу некоторые усилия да хорошо это уже замечательно по кисти второй рукой вот так ее прихватываем и сгибаем в одну сторону в другую нам нужно движение кисти сейчас посмотреть а а не нормально видно хорошо теперь пальцы в кулак сжимаем и разжимаем обратно и разжимаем а и еще разочек сжимаем разжимаем 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 а а отлично и поворот кисти ладошку на меня от меня на меня ладошку от меня а но тоже есть но не до конца хорошо значит смотрите базовые движения у нас есть присутствуют да в плече хорошо чем дистальней да чем ближе к концу так скажем конечности тем возрастают сложности соответственно сейчас тогда наша с вами задача будет максимально обратить внимание и поработать с кистью с пальцами и соответственно этим мы сейчас и будем заниматься значит не сможем полноценно до конца докрутить руку мы не сможем там сжать разжать полноценно да то есть ну у нас будет ограничено движение то есть перед тем как делать упражнения нам нужно все это дело растянуть вот давайте мы начнем с руки да с ротации мы выкладываем вот так подхватываем под большой палец под подушечку вот таким образом и просто разворачиваем ее до конца туда да вот хорошо и обратно и так нам нужно раз пять шесть сделать прям до конца дожимайте чуть-чуть там останавливаем чуть-чуть подержите подержите ага обратно вернули еще пошли разворачиваем и обратно угу заключительный разок хорошо вернули то есть мы перед тем как работать обязательно растягиваем вот вот а есть ли что-нибудь что мы можем взять в руку то есть в нашем случае там да это допустим кегля вашим это может быть кусочек там какой-нибудь деревяшки бутылка там что-то подобное что мы можем прихватить и поработать на ротацию ладонью вниз локоть тоже кладем и начинаем с вами разворот вот сюда во хорошо отлично вернули обратно поехали еще поворачиваем поворачиваем угу старайтесь руку не сгибать к себе то есть чем ближе она прижата к стулу да в нашем случае тем лучше и поворачиваем и поворачиваем во замечательно хорошо и обратно угу угу поехали еще поворачиваем 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 и вернули и еще до конца ага и последний разочек с вами с вами ее поднять вот отлично и опускаем вниз и еще пошли наверх и расслабили наверх и расслабили поднимаем 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 старайтесь дополнительно пальцы не напрягать я понимаю что не очень это хорошо выходит да я понимаю что они сами просто в целом старайтесь то есть не давать туда прямо слишком много напряжения то есть акцентируем работу именно на кисти то есть нам не нужно со всей силы это делать да то есть чем легче вы даете себе задачу тем в нашем случае лучше потому что если вы даете очень сильную команду у вас начинают сразу и пальцы сжиматься и рука перенапрягаться и так далее то есть нам в нашем случае нужно не не максимально сильная команда нужна а нам нужно наоборот научиться работать на расслабленном варианте да то есть нужна точная команда да да то есть не 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 нужно перетягивать дальше то есть если вы видите что движение в кисти закончилось и пошли уже пальцы туда дальше пока не нужно то есть лучше набирать амплитуду рабочую постепенно по чуть-чуть и таким образом мы будем работать именно разгибателями кисти в противном случае если сейчас мы очень очень сильно будем посылать туда команду у нас соответственно будет формироваться вот такой вот кулак и это в пальцы есть да хорошо теперь обратно обратно вернули локоть и поехали еще раз не прям несколько раз пять сейчас так сделаем и вот соответственно сейчас ваша задача по максимуму расслабить правую руку то есть одной рукой вы давите вторую старайтесь расслабить чтобы этот тонус ушел стоя просто в небольшую раскачку это делать то есть на одну ногу вес перенесли вернулись вот локоть выпрямился здесь угол есть и возвращаемся да во и тянем 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 замечательно хорошо потянули отлично есть теперь берем вторую руку и будем с вами пробовать разгибать распрямили расслабили она сама вернется немножко расслабили пошли еще распрямляем опять расслабили да то есть мы не зажимаем не зажимаем кисть а расслабляем они сами возвращаются почему мы не не сжимаем сейчас потому что это движение у нас и так доминантное оно и так сильное то есть пальцы у нас стремятся вот сюда и лишний раз тренируя их мы уменьшаем соответственно возможность потом разгибать потому что у нас здесь будут очень сильные мышцы а на разгибании очень слабые вот и если мы их будем тренировать совсем одинаково да то есть с одинаковой нагрузкой и изгибать и разгибать то есть у них есть разница определенная то есть одни посильнее другие послабее и если мы тренируем их одинаково вот эта разница у нас сохраняется и она будет ну то есть общий уровень будет повышаться но разница такая останется поэтому мы с вами сейчас делаем акцент именно на разгибании пальцев и большой тоже обязательно отводим в сторону да вы помогаете другой рукой вы лишаете нагрузки собственно нужные нужные нам мышцы нужный нам регион то есть беда в чем в том что это привычка это привычка которая формируется в начале когда рука там допустим плохо двигается и человек начинает ее постоянно перетаскивать туда-сюда открывание закрывание двери там да во время там каких-то бытовых домашних дел там вы взяли не знаю пошли помыть посуду взяли там слабой рукой тарелку там другой рукой ее помыли на то есть а этой придержали там овощи порезали там да одной рукой придерживаем второй рукой там нарезаем огурец там к примеру вот и тогда она будет включаться в ежедневную бытовую деятельность попробуем поднять и вверх ну а говорите не двигается двигается просто немного но двигается хорошо так вот так руку кладем чтобы да просто мне в камеру чтобы было лучше видно его движение а расслабляем его он сейчас опустится вниз расслабили и поднимаем наверх поднимаем так смотрите у вас идет компенсация за счет того что пальцы не очень сильные у вас вот этот поворот он изображает так скажем движение пальцев нам нужно его отключить да то есть чтобы мы чтобы пальцы у нас прогрессировали да но любые в принципе а мышцы мы должны все окрестные выключить чтобы заместо того чего нам нужно не работали другие вот сейчас чего делаем прихватываем себя снизу под лучезапястный сустав вот здесь да и вот таким образом блокируя движение руки пробуем пошевелить пальцем во отлично стараемся остальные пальчики расслабить они нам здесь сейчас не нужны вот подняли расслабили подняли расслабили вот замечательно хорошо и прям сидим делаем до работаем работаем и поднимаем вверх 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 его тащим расслабили то есть опять же внутрь его самостоятельно не сгибаем просто расслабляем он немножко опустится и опять вверх хорошо расслабили расслабили пошли еще вверх 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 хорошо расслабили опять вверх 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 отлично хорошо значит смотрите с на и вот на себя на себя на себя и расслабили он вернулся обратно опять так же на себя расслабили вернулся обратно там на самом деле нам нужно хотя бы минимальное движение и она у вас есть вот то есть да вот сейчас нормально хорошо хорошо продолжайте продолжайте работаем вот никогда не переживайте по поводу того что у нас что-то не получается до конца там хорошо красиво и так далее это абсолютно не важно то есть нам главное что у нас есть хотя бы минимальное движение и дальше мы сможем его уже раскручивать мы сможем дальше работать и работать работать она потихонечку будет увеличиваться вот то есть поскольку в нашем случае у нас движение есть все нормально не важно что она сейчас не получается на полную ничего страшного абсолютно получалось бы на поводу, мы бы этим уже не занимались, мы к чему-нибудь другому перешли. Вот, поэтому каждый раз старайтесь прямо на пару миллиметров дальше его. Когда, смотрите, в целом, когда мы взаимодействуем с какими-то предметами, разжимание у нас происходит гораздо чаще, чем сжимание. То есть, если мне нужно что-то взять, я поднесу руку, разожму, возьму, переставлю и опять разожму. То есть, у меня два разжимания на одно сжимание. Вот, поэтому я очень не советую сейчас, пока в ближайшее время работать с эспандерами или с чем-то подобным, потому что они будут усиливать нам сжимание и прекрасно, очень хорошо. То есть, общая логика в том, что они будут усиливать нам сжимание и нам будет еще сложнее разжимать. Вот, поэтому пока на данном этапе нам нужно как раз делать акцент на разжимающих движениях. Вот, поэтому мы сейчас другой рукой вот так ставим гантельку, прижимаем ее, берем, да, взяли и разжали. Такое мы сделаем с вами. Разжали, сжали. Угу. Опять сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Да, и вот, вот так отлично работаем. Мы в разных плоскостях сейчас будем это делать. То есть, пока вот в такой вертикальной плоскости. Угу. Старайтесь... Да, все правильно, 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 правильно. Сжимаем. Сжали, разжали. Плечико расслабляем. Во, да, не нужно. Можно, вы можете ее положить на что-нибудь, гантельку. Допустим, вот у вас подушка есть сбоку, рядом, да. А, она большая. Ну ладно, ну тоже пойдет. Ну ладно. Да, просто чтобы вам удобнее было. Пойдет, пойдет. Чтобы вам удобнее было. Вот, да, и разжимаем. А второй рукой просто придерживаем. То есть, движение в плече, в локте здесь не нужно. То есть, вы просто положили и разжали, сжали. А второй рукой держим гантельку, чтобы она не перемещалась. И не отпускайте ее совсем. Оставьте ладонь на ней. То есть, нам нужно только движение пальцев. За счет оставления ладони мы с вами выключаем остальные движения, вот эти. То есть, мы прижали ладошку и работаем пальцами. Сжимаем, разжимаем. Вот такого рода движение. Рукой. Вот у нас справа я вижу стол. Давайте попробуем ее взять. Рукой повернуться, да, на стол. Там отпустить ее. И убрать руку. Прямо уберите оттуда. Уберите, да. Аккуратненько, чтобы не падала. Во, замечательно. Обратно забираем оттуда. Угу. И возвращаем обратно перед собой. Ставим. Отпускаем. Во, хорошо. Опять взяли. Взяли ее. И туда же на стол. Угу. Отпустили. Так еще три раза сделаем с вами. Вот, кстати, постарайтесь сейчас, если упадет гантель, поправить ее правой рукой. Если вдруг что-то вот она потеряет равновесие, постарайтесь убирать привычку помогать левой. Ну, если вы правильно отзеркалены у меня, то у нас левая посильнее, правая послабее. Правильно? Мы сейчас с правой рукой же работаем, да? Все. Просто иногда оно коривовато зеркалится там через несколько вот этих. Ага. Разжимаем пальчики. Замечательно. Забираем оттуда. Угу. Возвращаем обратно. Разжимаем. Ну, в целом-то весьма неплохо получается. То есть, с большом развороте. То есть, чтобы у нас не... То есть, у нас есть небольшая ротация внутрь, да? Для того, чтобы мы начали сопротивляться вот этому движению... Меня хорошо видно там, да? Все. Отлично. Чтобы мы начали сопротивляться вот этому движению, нам нужно поработать в развороте. То есть, вот с такой ладошкой. То есть, мы садимся, вывешиваем руку, стараемся ее развернуть ладошкой вперед и поднимаем. При подъеме наша задача не перекашиваться. То есть, поработать исключительно плечом. Опустили. Ладошку разворачиваем вперед по направлению движения. Вот куда будете поднимать, туда ладошкой смотрит. Ага. Выпрямляем, выпрямляем, выпрямляем. О, обратно. Угу. Видите, рука у нас все-таки внутрь закручивается. То есть, максимально разворачиваем ладошку вверх, чтобы локтевая ямка у нас смотрела наверх, ладошка тоже. Да, только не нужно другой помогать. Пусть сама пробует. Давайте еще. Угу. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Хорошо. Опускаем. Расслабили. И еще пошли. Поднимаем. Угу. Расслабили. Еще. Поднимать руку наверх. У вас будет плечо все утягиваться сюда, и вы будете вот в таком формате это делать. Попробуйте, наоборот, вытянуть вниз, и как будто бы вдоль пола вы вытаскиваете, вы выпрямляете руку. То есть, чтобы у нас движение было вниз и в сторону. С развернутой ладонью. Вот туда вниз и в сторону. Да, хорошо. Плечико возвращаем на место, чтобы ровно мы сидели. Смотрите, плечо убежало. Вернем обратно его. Ага. Ну, это я имею в виду, просто не разворачивайтесь к руке. Сидите ровно. Вот. И ладошку вон туда. Во, хорошо. И расслабили, вернули обратно. Пошли еще. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Угу. Второй здесь прям не вверх, а наоборот, как можно дальше от себя. Прям выпрямляете руку. Угу. И ладонь прям внизу развернули. Да, то есть наша задача научиться работать отдельно в изолированных движениях. И, собственно, на основании вот этого уже строить более сложные. Да, то есть начинать там передвигать предметы и так далее. И, соответственно, работайте дома, обязательно включайте правую руку в движение. Да, то есть вы пошли, не знаю, там, из комнаты на кухню не левой, а именно правой рукой откройте дверь, закройте дверь, попробуйте выключатель нажать там и так далее. То есть это важные моменты вот такого бытового. Вот. Это очень важно на самом деле, потому что кажется, вроде нагрузки немного, но в течение дня на самом деле это очень большой объем движения. Вот. И чем больше вы правую руку используете, тем лучше. Соответственно, задача наших занятий, она, в принципе, вот дошлифовать до хорошего контролируемого движения. Да, чтобы вы могли выполнять эти задачи не так, как получается, а так, как анатомически и физиологически корректно. Вот. Соответственно, сейчас мы с вами провели такое тестовое, тестовую нашу бесплатную процедуру. Смотрите, если вам интересно, мы можем дальше продолжать, но уже в платном, соответственно, формате. По условиям, по условиям, соответственно, мы все можем выслать вам на почту, как оно происходит, что происходит. Соответственно, вот эту запись, она у вас в Скайпе останется, да, то есть вы потом сможете пересмотреть упражнения, пересмотреть там все, все то, о чем мы с вами говорили. Там, ну, прямо у нас сейчас в окошке диалога можно будет нажать там на три точки и скачать себе. И вы можете скачать себе эту запись там на компьютер или на телефон. Ну, там, да, не суть. Вот. Собственно, напишите нам тоже отзыв какой-то в плане занятия, да, что понравилось, не понравилось, что хотелось бы, там, да, как, в принципе, впечатление от подобных занятий. То есть мы тоже осваиваем формат вот таких онлайн-занятий, смотрим, тестируем, да, пытаемся, ну, так скажем, наилучшим образом какую-то вывести систему, да, того, как это должно нормально работать. Вот, в целом, хорошо, в целом, какие-то вопросы сейчас есть ко мне? Да, здесь нужно больше пользоваться рукой и нужна просто регулярность занятий. То есть мы прям каждый день должны ей заниматься, тогда она будет потихонечку-потихонечку у нас улучшаться. То есть эта работа не быстрая, но она вполне будет иметь свои плоды, если заниматься этим регулярно. либо три раза в неделю, либо пять раз в неделю, в зависимости от ваших возможностей, да, выходить на связь, заниматься там и так далее. Вот, соответственно, там, ну, давайте мы на тот же самый адрес почты вам распишем, пришлем, как у нас, чего, вот, и вы тогда подумайте и свяжитесь с нами, ладно? Все, хорошего вам дня, спасибо большое за то, что включились с нами в работу, всего доброго. Ну вот, друзья, вы посмотрели, как это все происходит. Пишите свои комментарии, потому что мы делаем это для вас, но хотелось бы, чтобы мы это делали вместе с вами, потому что обратная связь нам помогает сделать эту процедуру более информативной, более эффективной и более удобной для вас, потому что для нас это работа, нам без разницы говорить это в камеру, работать руками, рассказывать это какому-то фитнес-инструктору, если там пациент с ним занимается и прочее. Главное, чтобы это было удобно для вас, поэтому пишите в комментарии какие-то моменты, которые мы, возможно, могли еще пока не учесть. Будем собирать всю информацию, будем ее обрабатывать, обдумывать и вносить корректировки. То есть вот чем мне нравится этот формат? он, во-первых, он новый, с неврологической патологией, с тяжелой неврологической патологией не так часто я встречал такие варианты занятий. И, опять же, вопрос в том, что теперь мы тем самым хоть отчасти, но решаем проблему отсутствия специалистов в том или ином регионе. То есть если нет, очень часто мне в комментариях пишут, у нас нет специалистов, не то что реабилитологов, у нас нет врачей. Возможно, мы будем потом в дальнейшем по необходимости, если это надо будет, я буду привлекать хороших неврологов, чтобы они проводили консультации и так далее. То есть, ну вот будем расширять этот формат, чтобы мы могли помочь везде, везде. Надеюсь, интернет нам не отключат, и тогда этот формат, он в принципе рабочий, он позволяет заниматься с пациентом, обучать родственников и так далее. У нас растет вот эта программа онлайн-взаимодействия, подготовка программ для самостоятельных занятий, просто теоретические консультации. Вот теперь мы вводим именно онлайн-занятия телереабилитацию. Поэтому, собственно, друзья, пишите, мы будем готовить следующее для вас видео, уже, я думаю, следующее видео выйдет уже в формате прям четко скайпа, посмотрим, как это, что более смотрибельно для вас. Вот, и там у нас будут уже задействованы и пациенты, и родственники. Это интересно, потому что как объясняется родственникам, как показывается, насколько люди понимают, что мы от них хотим. Это тоже интересно. Вы просили пациентов работу с пациентами, вот, работа с пациентами, наконец-то она у нас происходит, и мы вам ее показываем. Все, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Пожалуйста, подписывайтесь на наши платформы, на Рутуб, на Яндекс.Дзен, на Телеграм, но Телеграм у нас более-менее хорошо, как бы, живой, более-менее работает, а вот Дзен и Рутуб по подписчикам отстают, и это определенные сложности у нас для выгрузки видео там. То есть, чем более посещаемый канал, тем больше преференций от платформы людям, которые делают видео. Пока определенные сложности. Все, друзья, с вами пока ненадолго, прощаюсь, увидимся с вами в следующем видео. Всего вам доброго и будьте здоровы!